Более 35 лет Александр Низкий спасает людей. Долгое время работал водолазным врачом. Тогда не предполагал, что эта практика пригодится для лечения коронавирусной инфекции. Один из способов восстановить поражение легких – лечение в барокамерах. Человек лежит в барокамерах давление от 1 до 3 до 30 метров под водой. Он там может двигаться, может разговаривать. Все, что он говорит, мы слышим. То, что мы говорим, они слышат. Кислород – энергия. Она нормализует энергетический баланс клетки. В специальной капсуле пациент, словно под водой, внутри устанавливается режим избыточного давления, при котором кислород способствует заживлению любых воспалительных процессов. Мы брали больных с поражением легких свыше 70%. Они очень хорошо поддаются этому лечению, усиливаются процессы репарации, в совокупности с физиотерапевтическими процедурами и массажем грудной клетки. Обычно мы делаем 10 сеансов давления 1,7-1,8 АТ и повторяем этот курс через 3 месяца. Коронавирус поражает не только легкие, но и всю иммунную систему человека. Одним из эффективных способов для ее восстановления специалисты считают посещение спелия камеры или соляной пещеры. Очень хорошо подходит больным с хроническими заболеваниями, в том числе после коронавирусной инфекции, после пневмонии больные у нас здесь получают процедуры. Процедуры по времени до 40 минут. Организм за эти минуты насыщается этими отрицательными легкими аэроионами и за курс лечения у них проходит недостаточность дыхательная, которая остается после перенесенной инфекции. Камни для стен, потолка и пола перевезены из соляных карстовых пещер. При температуре 19 градусов они излучают аэроионы, обладающие заживляющим эффектом. Через органы дыхания происходит восстановление иммунной системы пациента. Такое лечение полезно каждому. Противопоказаний почти нет. Человек сидит, дышит и больше ничего с него не требуется. Единственное, при высокой температуре нельзя, естественно. И если человек настолько болен, что он не может сидеть, то тогда таких тяжелых больных, конечно, мы тоже не берем. Победить болезнь – это лишь первый этап борьбы со страшным недугом. Врачи советуют набраться терпения, ведь для полной реабилитации придется пройти немало восстановительных процедур. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.